Здравствуйте, в студии Владислав Юрицын. Сегодня мы поговорим о месте выборов в политической жизни Казахстана. У нас в гостях Петр Владимирович Своек, экономист, общественный деятель. Здравствуйте. Добрый день. Итак, выборы прошли. Вопросов составили очень много, но первый вопрос. Почему не дали зарегистрироваться новым партиям? Встречный вопрос. А зачем? Для более полного представления общественных интересов. Ведь партия не может представлять весь народ. Она представляет какую-то часть. А зачем в высшую, например, футбольную лигу включать какую-нибудь дворовую команду для полного представления? Это не полное представление. Не могут же пять команд между собой. Чемпионат должен команд 12 включать. В чемпионате должно быть столько команд, сколько соответствует классу этого чемпионата. Там есть вторая лига, третья и так далее. Вообще, если мы взялись говорить о месте выборов в политической жизни, надо хорошо понимать, что, конечно, это конкуренция реальная такая, иногда даже яростная. Избиратели могут решать судьбу политических сил. Это все так. Но давай не забывать, что это все-таки примерно такая же организация, как и спортивные соревнования. И помимо борющихся на ринге, есть еще и федерация, которая устанавливает все эти правила и которая отбирает спортсменов, сортирует их, по рангам расставляет. И для нее, для этой федерации, если даже соревнования, не всегда оно бывает честное до конца, иногда бывают элементы постановки, но если даже это соревнование абсолютно честное и с непредвиденной победой кого бы то ни было, то все равно это в рамках интересов федерации. И федерация от этого только выигрывает. А вот так вот, чтобы кто-то из зрителей ломанулся, выскочил на ринг, а публика орала, давай, Леха, там, замочи этого чемпиона. Такое возможно только если, ну, кто-то посчитал, что такое шоу нужно для оживления зрелища, там, зрителей и всякое такое. Вот. А если это на самом деле будет происходить, то конец федерации. Это значит, федерации либо завелись уже какие-то свои силы, которым интересно расшатать, например, нынешнее руководство свергнуть. Вот. Либо даже просто кто-то поставил задачу кончить эту федерацию. Вот тогда, пожалуйста, тогда можно из публики лезть на ринг и там начать диктовать свои правила. Вот. У нас пока все под контролем. Вот в Америке там сильно расссорились. Там вот эта игра, которая всегда была игрой, то есть над демократической партией и над республиканской партией всегда было то, что сейчас модно называть дип-стейтом. Это один и тот же дип-стейт. А вот когда внутри самого дип-стейта начался раскол, Трамп же не случайно, это не системный сбой. Нет. Это проявление того же глубинного государства, еще более глубинного. Это того государства, которое когда-то формировалось на базе промышленного капитала, производственного капитала. Короли стали, автомобили, даже собачьих консервов. Но производство. Это потом уже капитал приобрел все больше финансовые формы, электронные формы. И произошел раскол внутри этого капитала. И по этому расколу раскололись и демократы с республиканцами. И там уже не выборы, а развал государства. Ближе будет история с Кыргызстаном, с святыми революциями. А там федерация страдает? Там же у них начинается как на ринге. Хороший вариант. Там федерация очень слабенькая, если она вообще есть. И там бойцы бойгуют на природе, что называется. Тоже механизм. Вот если южане слишком сильно нависают над северянами или северяне над южанами, тогда в ход идут такие правила не рингового соревнования, а на свободной лужайке пойдем и там помашемся. А потом все вроде успокаивается. Ну, в любом случае, у нас все под контролем. И если говорить про наши выборы, то я вам скажу такую вещь. По-моему, это еще никто не говорил. Эти выборы совершенно очевидно выиграл Такаев и совершенно очевидно проиграл Назарбаев. Тогда неизбежно нужна аргументация. Пожалуйста. Такаев же тоже член партии Нуретан. Но он всего лишь член руководства. Я забыл, надо посмотреть, как называется. То ли Политбюро, то ли Президиум. Ну, как-то называется. Ну, когда они сидят за столом, то Назарбаев сидит во главе стола, а Такаев сбоку. Да, да. То есть есть начальник партии, мы знаем, как его фамилия. Есть первый зам у этого начальника. Вот. А Такаев один из членов высшего, но коллегиального органа. Не высшего, а самого высокого из всех коллегиальных органов. Вот. А кто выступил на съезде партии Нуретан с презентацией предвыборной программы? Президент Такаев. Президент Такаев. Почти рядовой член партии Нуретана, но он выступил. То есть он показал, кто здесь хозяин. А выступал ли сам президент Такаев на этих выборах как агитатор там, ответственник. В дебатах не участвовал точно. В таком случае. Это все было под ним. Под ним. Вот. И какой результат показал ли? Показала партия Нуретан? Такаев показал, партия Нуретан во главе с Токаевым показала хуже, чем во главе с Назарбаевым, когда он был президентом. Показала результат гораздо хуже, принципиально хуже, чем эта же партия во главе с этим же председателем партии, но одновременно исполняющим обязанности и президента. Вот. То есть понятно, что Такаев выиграл. И давай спасибо, скажем, не Такаеву, а Акимам, которые под президентом, что они как-то не... Понятно, что они подтянули результаты и явки, и расклада голосов. Это все понимают. Но подтянули не так старательно, как раньше. Вот. Наверное, президент с них не требовал такой, как раньше, старательности. То есть в этой федерации рейтинг посещаемости, рейтинг популярности и так далее сильно просел. Вот. Там можно рассказывать про пандемию, про какие-то другие сложности. Ну, смотрите, было бы странно, если после коронавирусного года партия власти, в которой все те же Акимы, после их всех провалов, показала бы народную поддержку на прежнем уровне. Влад, это пускай руководству партии Нуретан объясняют, почему у них результат столь низок. Вот. А мы с тобой просто фиксируем, что низкий результат. Идем дальше. Представитель, ну, прежней власти, прежней семьи Дарига Назарбаева, она вошла в парламент, да. Но она вошла в парламент как рядовой депутат. А зачем она вообще туда пошла? Вот давай вспомним, что она некоторое время назад была председателем Сената, то есть конституционным наследником власти. Вдруг что? Именно председатель Сената должен унаследовать власть. Вот. А до этого она занимала тоже высокие государственные посты. И, между прочим, до этого, когда Нурсултанович ездил на встречу, тогда Барак Обама, по-моему, был президентом, и была такая замечательная фотография, как они двое стоят. А кто стоял между ними? Третий. Чуть-чуть сзади, но между ними. Даригану Султановну. Даригану Султановну стояла. Вот. Там не Такаев стоял. Там стояла Даригану Султановну, и эта картинка свидетельствовала, более чем свидетельствовала, о том, как должно происходить перемена во власти. Потому что, ну, наверное, Нурсултанович взял свою дочку не потому, чтобы показать американскому президенту, ну, хозяину мира на тот момент, какая у него красивая и взрослая самостоятельная дочь, а показать нечто другое. Вот. А что произошло, когда Такаев еще не так давно был президентом и издал по началу пандемии указ о введении чрезвычайного положения, тогда спикер Сената направила запрос в Конституционный совет. Очень вежливый такой запрос там, ну, фактически предполагалось, что ответ на этот запрос покажет нелегитимность указа, что его надо было принимать, это решение о чрезвычайном положении как-то не так. Вот. Для чего? Это спикер Сената, это второй человек в стране. Может быть, она ни с кем не консультировалась, но она, во всяком случае, имела основание думать, что Конституционный совет не отвергнет такой запрос и не даст на него не устраивающую ее формулировку. Тем более, что члены Конституционного совета к тому времени, как и сейчас, между прочим, мы знаем, кем назначались. Вообще, самая замечательная в мире работа. Я вот, убей меня, не знаю, чем может заниматься член Конституционного совета с утра до вечера. На работу они, наверное, ходят. А чем они там занимаются вообще? Вот. Разве что вот очень редко отвечают на запросы подобного рода. И что дальше произошло? Президент такая взял просто, подписал указ, и нету такого спикера. Не только должности лишена, а должности депутата Сената лишена, и, соответственно, должности спикера. Раз и нет. Вот. То есть игра как бы закончена. Но она не совсем закончена, потому что Дарига Нурсултана вернулась в парламент. Но она как вернулась? В статусе рядового депутата. Вот у нас сейчас Айдос Сарым стал рядовым депутатом. Он поднялся до статуса Дариги Нурсултаны. Или Дарига Нурсултана опустилась до статуса Айдоса. За Айдоса давай порадуемся, а вот за Даригу Нурсултану... Куда дальше с этого статуса рядового депутата подниматься опять? Спикером нижней палатуры. А почему сразу не стало спикером? А почему тот спикер, которого сейчас избрали, и который раньше-то был, он почему не присоединился к тому запросу в Конституционный совет? Он грамотно поступил, надо полагать. И почему председатель партии Нуратан, когда они определяли, кого рекомендовать на какие должности, не порекомендовал свою дочь на должность, если не спикера, то хотя бы заместителя, председателя какого-то важного бюджетного, например, комитета. То есть хоть какая-то стартовая позиция. То есть здесь явный проигрыш. Явный проигрыш. И еще более такая интригующая, у меня нет ответа на этот вопрос с тем, а это не почему Адалу не пустили, под такую избирательную кампанию правильно сделали, что не пустили. А для чего Тимур Кулебаев вложился в Адал? Для чего лучших людей из нацпалаты делегировал в Адал? Демонстрация возможностей? Что можем дать людей, можем дать финансирование? Если ты хочешь что-то продемонстрировать, то ты должен продемонстрировать это с победным результатом. Если ты решил выскочить на ринг, даже вот ты типа новичок, хотя и видно, что сильно накачанный, то ты должен по крайней мере, может быть, в конце тебя и уложат, но ты до этого должен вообще показать себя. Совершенно бледная, ни на что не похожая компания. Вот, причем надо же иметь в виду, что две головы в одном казане никак не могли поместиться, поэтому либо Аджол, либо Адал вдвоем, ну никак нельзя. То есть Адал должен был загрызть, молодой Адал должен был загрызть этого старого, опытного, но, видимо, уже в чем-то промахивающегося Аджола. Нисколько не загрыз, наоборот, Аджол показал, что он-то ветеран, и еще очень, ой, как силен. Если это просто как бы отметка на будущее, типа давай вот пока сейчас вот так, а потом через один, два, три избирательных цикла, нам же до 2050 года еще много будет циклов избирательных, вот партия Адал будет постепенно расти. Но это не тот расчет, потому что сейчас время летит стремительно, и если ты выскочил на ринг, как выясняется, совершенно неподготовленным, а оказывается, ты с судьей не договорился. То есть вообще ты очень странно поступил. С допинговым комитетом. Да, ты очень странно поступил. Это признак силы? Нет, это признак слабости. А кто еще в семье Назарбаева? Тут же должна быть какая-то наследственность, по семейной понятно, но и по политической линии. Значит, это только Дариганур Султановна, и это вот линия Кулебаева. Старший брат уже не считается, он там, наверное, еще много денег имеет, и может какие-то совершенно шикарные мероприятия проводить. Но он никогда не был политиком, хотя у него очень большие, как мы все примерно себе представляем, активы, но он никогда не был политиком, и политиком не будет, по этой линии развития не будет. Племянники, все, уже все, что могли, теперь уже там тоже точно хода не будет. Они тоже уперлись в потолок своих возможностей? Они уперлись в замену власти. Все, что они должны были успеть и сделать, успели только два человека, по двум, вот мы их перечислили. Петрович, тогда мы же говорим о месте выборов в политической жизни Казахстана, то есть, получается, из вашего ответа, я понимаю, что выборы показывают расклад сил на текущий момент? Да. Задача президента Такаева – перетерпеть, выждать и потихоньку, аккуратно, совершая резкие движения только там, где это можно и нужно, ну, например, снять депутатские обязанности с дочери первого президента, вот, идти дальше, вот, очень аккуратно. И он эти выборы провел чрезвычайно аккуратно. Ведь единственный момент, когда мы могли заподозрить, так, примерно представить себе, что не все гладко в этом двоевластие, это вот тот самый инцидент с запросом в Конституционный совет. Больше не было инцидентов. И сейчас вот эти выборы, они же по факту были сильным поражением старой команды, новой-то не появилась, и новая ничем себя не проявила, и партии старые, и кадры старые, и премьер старый, вот, но у президента нет своей команды, и еще неизвестно, когда она появится, но старая команда не продвинулась вперед, не продвинулась вперед. И еще надо хорошо понимать, что, в чем особенность политической системы Казахстана. Вообще, разделение власти и вот конкурентные выборы, это очень важная часть технологии осуществления какого-то там верховного, верховной консолидации, ну, скажем так, собственников главных, главных экономических ресурсов, и проекция этих собственников на электорат. Вот. Где-то мы это видим в совершенно открытом виде, на Украине. Там же иностранного капитала нет, там есть присутствие иностранной политики, то есть Киев — это управляемый из Вашингтона субъект, скорее даже объект. Но экономика Украины принадлежит украинцам, украинским олигархам. Она, вся экономика, как-то распределена между, ну, где-то меньше десятка, там, может быть, пять-шесть крупных собственников. Коломойский, там, Ахметов, там, Пинчук, кто-то еще, кто-то еще. Вот. И эти собственники не напрямую, но вполне так прозрачно и откровенно имеют свои политические силы, своих политических представителей. И между этими силами, поскольку они еще идеологически разные, там, против москалей или так, с намеком, что надо дружить с москалями, значит, электорат тоже как-то на это ориентируется. И там избирательная бойга во всю силу, и она имеет, ну, национальный характер, она украинская бойга. Вот. Где-то по-другому. У нас уникально, ни у кого такого нет. Уникально. У нас крупный капитал, властвующий над Казахстаном, он вообще в политике не участвует. Почему? А потому что он иностранный. У нас вынесенная государственность. У нас не только экспортные сделки осуществляются за пределами юрисдикции республики Казахстан. У нас и политическая система, она тоже там. У нас не только финансовый, но и политической столицей Казахстана является не город Нур-Султан. Нур-Султан — это место дислокации представительства управляющей системы. А управляющая система — это, условно говоря, в Лондоне. Не только, конечно, в Лондоне, но в Лондоне. И наши самые крупные политики, они же и крупные бизнесмены, контролирующие основные экономические потоки, они определенным образом аффилированы с этой внешней собственностью. экономика наша в чем состоит, в чем ее стержень? Это добыча природных ресурсов на вывоз. А кто добывает? Добывают крупные транснациональные, базирующиеся в Европе, в Америке и в Китае, немножко в России, компании. Соответственно, и политика государства Казахстан, она во многом определяется интересом этих компаний, то есть вынесенным вовне интересом. Сама политическая система, внутренняя политическая система Казахстана, она лишь опосредованно отражает вот этот крупный интерес. И, соответственно, прямой связи между этими собственниками, они просто не участвуют в политике, их косвенно представляет Нуратан, ну и все остальные по мелочи, вот, но прямого влияния нет. И на электорат эти партии тоже особо-то не выходят, потому что, ну вот в Украине, когда муж за, за кого там, за женщину с косой, а жена за кума Путина, Медведчука, например, а сын вообще за кого-то третьего, и там дело доходит до развода, там для Украины это нормально. Для нас это невозможно в принципе, потому что поссорить мужа с женой из-за того, что муж за Акжол, а жена за бывших этих коммунистов, все же понимают, что это постановка. Эти партии сверху не имеют серьезного олигархата, они просто функционируют в аппарате и не связаны с реальным капиталом. и снизу-то у них нет настоящей опоры. У нас это все в гораздо большей степени постановочно, чем где бы то ни было. Да, это очень важно с точки зрения внутренних наших казахских раскладов. Да, это очень важно. Там получили эти отобранные НСОТ несколько человек депутат, мандаты членов партии Нуратан или не получили. Почему именно они? Это очень важно. И почему они там? Это важно, можно обсуждать. А в целом выборы имеют такую вторичную роль. Тут я еще забыл сказать, это тоже очень важно. Ведь президент Акаев, он тоже не аффилирован в эту систему. Вот когда приходила иностранная собственность в Казахстан, она вся приходила через президента Назарбаева. Он решал кому, что, с кем надо, о чем договариваться. И остались некие следы. Где-то наверняка зафиксированные, где-то просто запомнившиеся, но президент Назарбаев сам есть, он же говорит, что он создал с нуля государственность. Да, он такую государственность создал именно с нуля. Он абсолютно прав в этом смысле. И он абсолютно прав, что сначала экономика, потом политика. Он сначала порешал вот эти вопросы, кто владеет экономикой, а потом уже под это была создана политика. Причем, заметьте, я это говорю вовсе не в осуждении, потому что если бы тогда Казахстан не удалось вписать в мировой рынок, а чем вписать? Только сырьем. А как вписать? Только отдав возможность добывать это сырье серьезным добытчикам, которых тогда внутри страны и не было. То есть он в каком-то смысле даже спас ситуацию. Но он часть этого всего альянса, скажем так, иностранных собственников с местной правящей семейно-клановой комбинацией. президент такая вплоть от плоти этой системы, но он в ней не участвовал. Он всегда был в стороне, он ни с чем не аффилирован. Но у него, говорят, сын занимается, но это в любом случае, мы не знаем подробности, но это в любом случае никаким образом не соизмеримо с контролем всех главных экономических потоков. сам второй президент пока не вписан в созданную первым президентом систему. Это является его величайшей слабостью, потому что он чужак для всех, но и величайшей силой, потому что он теперь имеет возможность, а он же главный человек в стране, он не может делать слишком резких движений, но он вообще может делать все, что считает необходимым, только постепенно, чтобы не ошибаться, двигаться куда надо. Он должен как-то начать контролировать эту систему. Вернуться назад нельзя, нельзя переделить, отнять, он должен вписаться в эту систему. Желательно на благо не каких-то отдельных компрадорских олигархий, а на благо всей республики Казахстана. Быстро это не получится, но он в эту сторону идет. По крайней мере он демонстрирует, что он пока не сильно ошибается. Наша политическая система чуть ли не заново формируется. Когда-нибудь президент Такаев скажет, что это государство с нуля построил. Оно было совсем другим. Давайте немножко подождем, тем более, что время летит потрясающе стремительно и непредсказуемо. Нам много еще предстоит увидеть в самое ближайшее будущее. Большое спасибо. У нас в гостях был Петр Владимирович Своек. Мы говорили о выборах в жизни Казахстана. До свидания.